Разметка фундамента за 10 минут. Если вы заморочились с монтажом опалубки и заливкой фундамента, то в дальнейшем вас ждут только приятные бонусы в виде экономии материалов и трудозатрат, что конечно же является очень высоким фактором, если вы строите дом сам. В моем случае разбежка в диагонали фундамента составила около 2 мм, а горизонтальный перепад высот составил 1 см. Примерно размещаем коле на той оси, на которой вы в дальнейшем будете вести кладку. Находим самую высокую точку. От нее берем высоту вашего кладочного материала, добавляем от 1 до 3 см толщины цементно-песчаного раствора и переносим нужный вам размер на выносные коле. Высота цементно-песчаной подушки не должна превышать 5 см. Если же она больше 5 см, лучше произвести армирование. Выставляем лазерный уровень в том месте, где будет угол вашего кладочного материала. Включаем оси построитель и ищем среднее значение чисел, отталкиваясь от фундамента. В моем случае свес блока 7 см с учетом 5 см ЭППСа. Переносим оси на выносные колья, в пересечении с горизонтальной плоскостью. Натягиваем шнурку. И вот за 5 минут работы мы имеем 2 полноценные оси. Если вы устали, можете отдохнуть, вы все равно успеете сделать разметку за 10 минут. Далее лазерный уровень вам уже не понадобится. Берем рулетку и переносим размер на две другие оси. В моем случае фундамент 7х7 плюс вес 7 см. Получаем 7 метров 14 см с учетом двух свесов. Округляем до 7 метров 15 см. Можете не округлять. На чертеже я допустил ошибку, указав 7 метров 25 см. Я практически всегда меряю от 10 см, и поэтому в голове зависла цифра 7-25. Причина такого измерения пришла еще с монтажа анкерных болтов железобетонной конструкции, где допуск на промах 1-2 мм больше. В своем начале рулетка имеет движущую лапку на заклепках, которая имеет шап в зависимости от толщины лапки, а это и есть 1-2 мм. А с учетом, если там есть магнит и лапка клинит на заклепках, вот вам и 4 мм промах. Вы промахнуться можете, куратор не промажет. Рулетка в подвешенном состоянии, чтобы показать вам пересечение осей. Ну вот, ваши оси и горизонт построены, можно начинать кладку. Если видео для вас оказалось полезным, с вас лайк. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok